Эй! Всем привет! Меня зовут Кристина и совсем недавно мне исполнилось 18 лет. Так как мне безумно повезло и я имею хоть какое-то маленькое влияние на определенное количество людей, сегодня я хотела бы поделиться с вами своими уроками жизни, которые я осознала за эти 18 лет. Возможно где-то подбодрить вас, где-то замотивировать, где-то успокоить. Но прежде чем мы начнем, хочу предложить тебе присоединиться в нашу инстаграм семью, так как именно там я пишу посты про мотивацию к учебе, спорту, похудении, питании. В общем это такое хранилище полезной информации, плюс я там отвечаю на все комментарии, общаюсь с вами, поэтому я буду рада видеть тебя в том числе. Ну а мы начинаем? Поехали! Первая вещь. Хвалите и любите себя. Сейчас я заметила, что очень многие подростки страдают нелюбовью к своему телу, к своему внутреннему миру, к окружающему миру, мы все в какой-то депрессии, в каком-то плохом настроении, всегда слушаем грустную музыку. И очень многие элементарно не умеют любить и хвалить себя. Мы как-то упускаем все наши достоинства и обесцениваем их. Хотя я более чем уверена, что ты прекрасный человек. Я уверена, что хотя бы сегодня ты 100% сделал что-то хорошее, но ты элементарно об этом не можешь вспомнить. Мы слишком самокритичны, слишком зациклены на каких-то своих недостатках. И элементарно забываем заботиться о себе, о своем психологическом состоянии, об организме и так далее. Мы спим по 2 часа в сутки, питаемся неправильной едой на ходу. И это только показывает наше неуважение к себе, потому что мы себя попросту не любим. За 18 лет я поняла, что красота требует огромных усилий. И знаете, мне очень многие могут сказать, что Кристина, тебе всего лишь 18, ты не родила детей, ты не сделала то, ты не сделала сё. Как ты вообще можешь такое говорить? И мне кажется, что за 18 лет я успела и похудеть, побыть толстой, побыть худой, побороть выпадения волос, разные гормональные проблемы. И мне кажется, что хоть что-то, но о красоте и о том, как сложно поддерживать стройное и здоровое тело, я немножечко знаю. И что я действительно поняла, что находиться в комфортном теле, иметь чистую, красивую кожу и просто быть здоровым требует огромных усилий. Но единственное, что я хочу до вас донести, это чтобы вы никогда не забывали любить своё тело, любить себя и хоть как-то проявлять к себе уважение, потому что, опять-таки, мы каждый день делаем действия, которые только убивают нас. Вторая вещь, ничего в нашей жизни не происходит просто так. Поверьте мне, если вы на самом деле стараетесь, если вы прикладываете огромные усилия, но у вас не получается, возможно, это всё не просто так. Так, возможно, вы не просто так завелили экзамен, возможно, вы не просто так сорвались с диеты, возможно, не просто так ушёл какой-то человек из вашей жизни. Просто дело в том, что вы сейчас можете этого не понимать, но осознаете это через какое-то время. Жизнь рано или поздно всё расставляет на свои места. И если вы стучитесь во все двери, но вам не открывают, возможно, жизнь просто предостерегает вас от какой-то ошибки. Либо, когда вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, возможно, жизнь пытается вас чему-то научить. Но при любых обстоятельствах помните, что ничего не происходит просто так, и случайности не случайны. Третья вещь — не бойтесь мнения окружающих. Так много людей сейчас отказываются от любимого дела, либо от одежды, которая ему нравится, просто из-за мнения общества. Сами подумайте, кто-то отказывается от любимого дела просто из-за какого-то стада непонятных и неизвестных людей. В такой же 21 веке единственное, что мы можем сделать, это как-то переступить через себя и перебороть свой страх. Вы так часто мне пишите, что вы хотите вести свой блог, либо вести инстаграм, но вы стеснялись, потому что боитесь мнения друзей, одноклассников и так далее. Когда я только начинала снимать видео, надо мной очень часто как-то издевались, подстёбывали. И да, первое время мне было как-то больно и обидно, но я настолько закалялась. И сейчас, глядя назад, я понимаю, как же здорово, что я тогда всё-таки набралась этой смелости и храбрости переступить себя, перетерпеть вот эту вот неделю, либо две, когда это всё на слуху. Но зато сейчас у вас скоро 100 тысяч, и я просто благодарю вам за то, что вы со мной. Поэтому прямо сейчас выбирайтесь в свои зоны комфорта и помните, что лучше это сделать сейчас, чем потом всю оставшуюся жизнь винить каких-то людей, которых даже уже в вашей жизни не будет. Что из-за них вы работаете на нелюбимой работе, либо живёте от зарплаты до зарплаты. Поэтому сделайте сегодня то, что вы так давно хотели сделать. Ради меня. Четвёртая вещь. Берегите настоящих друзей. Доверяйте людям, которые проверены, во-первых, временем, во-вторых, ситуациями, потому что очень многие просто говорят, но на самом деле не стоит ничего. Не бойтесь открываться таким людям, не бойтесь рассказывать о том, что вас беспокоит, о чём вы переживаете. Делитесь своей радостью, какими-то другими эмоциями, не бойтесь этого, будьте открытыми. Потому что когда вы напряжены и скапливаете все вот эти вот эмоции внутри себя, никогда никому не выговариваетесь, в конце концов это приводит к какому-то нервному срыву, притом мы даже не замечаем, как это всё накапливается. Мы не замечаем, какой стресс испытывает наш организм, наше внутреннее духовное состояние. Мы этого не замечаем. Но потом, когда это выливается, какие-то истерики, нервные срывы, либо болезни, у всех возникает вопрос, почему и как. Поэтому не обесценивайте дружбу и не пренебрегайте этим. Пятая вещь. Планируйте своё время. Я очень рада, что научилась этому, когда ещё была в восьмом классе, и это сделало меня намного ответственней. Я прекрасно понимаю, что мы не можем распланировать, как пройдёт наша жизнь, не можем понять, что будет завтра, не можем этого предугадать. Но я верю в силу мысли и знаю, что если мы о чём-то мечтаем, мы понимаем, чего именно мы хотим, у нас есть цель, мы можем задать вектор и получить то, что мы так сильно хотим. Я уже не говорю о том, что планируя свой день, во-первых, вы избавитесь от огромного количества стресса и станете намного продуктивнее, эффективнее, будете выполнять намного больше задач. Поэтому вырабатывайте в себе эту привычку. Шестая вещь. Мир не заканчивается на одном человеке. Это может звучать довольно-таки странно, но ваш комфорт, ваше счастье не должно зависеть от человека, который находится рядом с вами. Не делайте какого-то определённого человека центром своей вселенной. Развивайтесь и сфокусируйтесь на своём внутреннем мире. Поверьте мне, тогда вы никогда не будете одиноки. И седьмая вещь. Делайте маленькие, большие, добрые дела. Вы часто спрашиваете меня, как выйти из депрессии, как убрать это угнетённое состояние, и, поверьте мне, самый лучший способ это просто сделать какое-то хорошее дело. Сделайте это с заботой о другом человеке. Подарите маленький подарок своему близкому человеку, либо пожертвуйте какую-то сумму денег в приют, либо бабушке на улице. Мне кажется, в мире есть огромное количество людей, которые нуждаются в какой-то помощи, даже нематериальной. Что ж, это были 7 вещей, которые я поняла за свои уже 18 лет. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Кстати, обязательно напиши мне в комментариях, какое видео ты хочешь увидеть в следующем. Я, кстати, читаю все комментарии, поэтому я обязательно его увижу. Ну и не забывай подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я вас безумно люблю, целую, и увидимся совсем, совсем скоро. Пока-пока.